Аномально пякущее надворье робить боль жорстким и контроль за заховыванием продуктов харчевания в Гандле. Санитарная служба в области регулярно наведывает как дробные магазины, так и буйные. Самое частое порушение – неотповедный температурный режим. Подробности в наступном материале. Температура какая в этой холодильной витрине? Еще не включила холодильники. Ну как, уже продукция у вас лежит там? Нет, я только включаю холодильники еще только. Вот я только получила продукцию. Подождите, у вас уже продукция выложена в холодильнике. Она уже тут находится. И в этом, и в этом. Холодильник уже должен работать. Температура там должна быть соответствующая. Теперь покупники сами повинны быть больше пильными, коментуя начальник отдела гигиены Александр Кузюк. Треба звертать увагу не только на показания термометра у витрынах, а лей на температуру у Гандлевой зали. Многие продукты треба заховывать не больше, чем при 18-20 градусах. А температура будет, которая определенно не контролируется? Грабочная. Ну вы вообще уже смотрите, спиксируете? Да. Вот. Потому что сейчас на улице жарко, у вас достаточно много продукции, которая... У группы Рызыки такие продукты, як мясо, рыба, кондитерские вырыбы, дитячая сумеси и сухое молоко. Данное сухое молоко, оно должно храниться при температуре наружного воздуха не выше 20 градусов Цельсия. То есть в торговом зале храниться может, но должна контролироваться температура соответствующая. Садовина и Городнина – это еще один товар, который худко псуется под променями полючего солнца. Гандры садовины и Городнины на улицах не заборонены. И индивидуальные предпринимальники часто размещают палатки самостоинно, без специального дозвола и заключения отдела гигиены. Данная продукция располагается вдоль автодорог. То есть она подвержена загрязнению пылью, выхлопными газами и так далее. Поэтому, конечно, нужно обращать внимание и на внешний вид такой продукции, и на внешний вид продавца. Если есть сомнения, можно потребовать у продавца документы, которые будут подтверждать качество данной продукции. Специалисты нагадывают, что дома так само нельзя забываться про правильный температурный режим заховывания продуктов харчевания. Ганна Лапо, Юрий Оласов, Новый регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова